Образ Божьей Матери Державная навсегда связан с великой трагической историей нашей страны. Русь Православная обрела икону в день отречения от престола императора Николая Александровича. Прежде забытый и почерневший образ был извлечен в храме Коломенского под Москвой из-под спуда времени. Вот так в 1917 году, когда Божья Матерь взяла знаки царского достоинства, взяла на себя управление Российской империей, когда она подхватила эти знаки и повела нас за собой, какая была радость у народа Божия, потому что не осталась обезглавленной Русь святая, потому что сама Пречистая Владычица Богородица приняла на себя, сбранная воевода, приняла на себя этот великий подвиг стояния за землю русскую. Русская история всегда была сложной, находилась на пределе человеческих возможностей, а иногда и за их пределами. Если мы обратимся к столетней истории, дню сегодняшнему, когда в день референдума в Крыму 16 марта 2014 года мы праздновали вековой юбилей обретения иконы Божьей Матери Державная, то, конечно же, поймем, все не случайно, и не мы хозяева истории. Так было и в 17-м году, когда власть и мощи отреклись от власти, сдали воюющую армию, бушующую страну и растерянный народ. Матерь Божия взяла в свои руки скепетр и державу и возглавила своим присутствием русский народ и русскую державу. И она возродилась и стала такой же мощной и сильной, как и была прежде. И это ино иногда посещает нас так неожиданно и так внезапно, что заставляет сотрястись наш ум и наше сердце и заставит творчески, мобилизационно думать и понимать, что с нами происходит здесь и сейчас, для чего нас Бог вызвал из небытия к бытию, что Он о нас задумал. Не только, что мы думаем о Боге, что мы думаем о себе и о нашей истории, но что Господь задумал о нас, тем более тех, кто имеет какое-то значение в социальном, политическом, экономическом или культурном плане. Это по промыслу Божьему все так случилось. И мы должны благодарить нашу Матерь Божию и Царицу Небесную, которая взяла на себя все бремя и несла в течение многих лет. И святитель Лука, который превознес все такие вот муки, которые потермы все это. Поэтому и Он помогал его молитвами, и тоже нам, всем крымчанам. В храме иконы Божьей Матери Державная, пока еще временном, в огромном микрорайоне Симферополя, в престольный праздник, Вторую Пасху, вспоминают неизменно события пятилетней давности, крымскую весну и, конечно же, тот неотмирный свет, прорвавший внешние сумерки. И если мы здесь и сейчас не прорвемся к вечному, к трансцендентному, если мы во время Великого Поста не будем прорываться сквозь внешние сумерки ко Христу Воскресшему, то и пост, и наша жизнь, и наше время погибнет в туне. Желаю вам всем духовных побед, радости, мудрости, устойчивости и понимания того, что Господином истории, русской истории, мы это видим, всегда был Господь наш Иисус Христос. Ни политические партии, ни банки, ни какие-то мощные корпорации, а Господь наш Иисус Христос всегда был, есть и будет Господином истории, русской истории и нашей жизни. Аминь. Многое лето звучит песнопение в храме еще и еще раз. Поют хористы, духовенства, прихожане и паломники. Многое, многое, многое лето. Это не что иное, как указание на вечность, которое может коснуться человеческого сердца здесь и сейчас. На нашу историю, а в неисторической перспективе, невозможно смотреть на сегодняшний праздник державной иконы Матери Божией. Можно смотреть из прошлого, можно смотреть из будущего, и можно смотреть из настоящего. И каждый раз это будет новая точка зрения, раскрывающая иные грани бытия и иные перспективы. Но православные люди, православная традиция всегда на все обстоятельства и жизни народа, жизни державы, так и отдельного человека смотрят из вечности. И это единственная правильная точка зрения, которая помогает нам осознать и свое состояние, свое призвание и смысл нашей истории. Владыка Нестер и настоятель храма принимают поздравления и подарки от руководства Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым. Мир в Русском Крыму будет, заверили защитники границ Российской Федерации. А воинство российское, в том числе и правоохранительный блок, и мы, пограничники, обещаем, что мы это обеспечим. И границы расширены. Благодарю. Благодарю. Точно так. Все эти пять лет по благословению Блаженнейшего Ануфрия во всех храмах России, Украины и Крыма возносятся молитвы о прекращении междоусобицы на Украине. Прошения усугубились после принятия так называемого Томаса и учреждения в стране некой организации Православной Церкви Украины под Константинопольским протекторатом. Смотря на тот ужас, который происходит с захватами храмов, беспредел, беззаконие, еще больше мы благодарим Бога за то, что произошло пять лет назад. Молимся Царице Небесной, чтобы она покрывала нашу землю, Крымский полуостров, и чтобы был мир на всей земле, чтобы мы не были для других людей врагами, чтобы мы были все между собой братья. Желаю, конечно, чтобы Царице Небесное и всех наших православных христиан, Крыма и всей нашей России, чтобы Он благословил Господь нас, чтобы мы все были в группе. Когда сюда приходишь в храм, ощущаешь, что ты идешь, кажется, так тяжело, уже и возраст, и все, а приходишь сюда, поработал немножко, такое облегчение, такое счастье, уходишь умиротворенный, счастливый, и благодарим, что Господь нам дает смирение по молитвам Матери Божией, терпение, любви, и пусть будет мир у всех дома, на земле нашей, в Крыму. Яко приятель, заступница на страже земли своя. День святых именин отпраздновал правящий архиерей митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Маленький монастырский храм преподобного Лазаря Мурманского не смог вместить всех. Духовенство, монашествующие и паломники молились прямо под открытым небом, вспоминали житие угодника Божия преподобного Лазаря. Небесного покровителя архипастыря Крымского. Подвиг миссионерский преподобного Лазаря Мурманского, который оставил Константинополь, который вышел из Константинополя и пришел сюда, чтобы духовной нитью связать два православных великих народа, конечно, это бальзам на душу. Конечно, мы понимаем, что, несмотря на все те проблемы, которые сейчас мы испытываем, его молитвы, его труды, его поддержка духовная много значит для нас. Он пришел на Онежское озеро, чтобы по благословению причистой благословенной владычицы, Богородицы, а она неоднократно являлась ему и сказала, здесь ты должен основать монастырь, здесь ты должен подвязаться, здесь ты должен молиться и обращать местных жителей лопарей и чуть христианства. Язычники враждебно отнеслись к нему, избивали, грозились уничтожить и когда уже силы были на исходе Божьей Матери говорит, не уходи, вот эти язычники, твои гонители будут последователями Христа, они станут христианами, они войдут в Царствие Небесное. Вскоре представился случай, когда у вождя этого язычника ослеп лачада и после молитвы преподобного Лазаря он прозрел и сам этот человек принял монашество и за ним пошли очень многие, чтобы стать чадами Церкви Христовой. Почти 700 лет, даже более 700 лет прошло с того времени, но память вечную будет праведник. И сегодня мы пристально вглядываемся даже в малейшие нюансы его жития при его тяжелой жизни, при тех испытаниях, которые выпали на его долю. он остался верен своему долгу. Он мужественно нес крест, возложенный на него самой причистой Девой Марии и, конечно же, его духовными наставниками, которые молитвенно укрепляли и поддерживали его. И дожил до 105 лет. Время кончины было открыто преподобному введение его верным покровителем святителем Василием Новгородским, выбрав с братьей достойного преемника старца Феодосия Сафона, причастивших святых христовых животворящих тайн и благословив всех, святой Лазарь мирно отошел ко Господу в марте восьмого дня года 1395. Сегодня, когда мы приходим в Храм Божий, великая ответственность ложится на каждого из нас. Дай Бог, возлюбленное Господи, братья и сестры, чтобы мы молитвами преподобного Лазаря Муромского стали вести такую чистую, добрую христианскую жизнь, чтобы окружающие глядя на нас сказали и мы хотим быть в Церкви Христовой и мы пойдем туда в Храм Божий и чтобы нам не говорили враги церкви мы будем с Богом Христом и Его святыми. с Богом мы слава и святому Духу Господи поделуй нас Субтитры создавал DimaTorzok